Взрыв В Свердловской области этим утром возбуждено уголовное дело об истязаниях несовершеннолетней, чтобы защитить школьницу, которую еще в 7-летнем возрасте забрали из детского дома. И сейчас она с тоской вспоминает то время, ведь приемные родители превратили ее настоящую жизнь в кошмар. Регулярные издевательства, унижения и побои. Существуя фактически на положении персональной рабыни в семье, девочка много раз пыталась изменить ситуацию. Многочисленным чиновникам и соцработникам она рассказывала о том, как ей приходится жить. Обретала надежду, когда в доме появлялся очередной новый проверяющий, но словно сговорившись, все они старательно не замечали ни проблем в семье, ни синяков на теле ребенка. К ним у следователей теперь тоже будут вопросы. Пока же они конспектируют жуткие истории пострадавшей девочке. Их внимательно изучила и наш корреспондент Виктория Крюкова. Темная комната, видеозапись плохого качества, будто кадры из авторского кино. Режиссер этого ролика 16-летняя Ульяна, сценарист истории, которую она рассказывает ее приемная мать. В последние годы девочка жила вот в этом стареньком доме в семье. Кроме нее пять сестер и братьев. Их тоже взяли под опеку. Ульяну усыновили, когда ей было семь. В первый же день малышка поняла, ее ждет настоящий концлагерь. Не кормила нас два дня или три. До такой степени избивала, что очень прям недомогание было. А еще, рассказывает девочка, заставляла детей спать в коморке среди бревен за малейшую провинность, наказывать друг друга. После очередной порки Ульяна рассказала обо всем учителю. Она очень долго не могла сказать эту фразу. Можно у вас переночевать? Я больше не могу этого выносить. Нас заставляют наказывать друг друга. Учитель сообщила участковому. Он связался с органами опеки. И на следующий день Ульяну отправили в реабилитационный центр, где она и сделала эту видеозапись. Ролик посмотрели и в органах опеки. И якобы очень удивились тому, что рассказал ребенок. Никакой информации о нарушении прав несовершеннолетнего ребенка, как от самой девочки, так от третьих лиц, либо других субъектов профилактики в адрес управления не поступало. Мол, у Инги Костюкович хорошие характеристики. С детьми постоянно работал психолог. Пока в школе якобы не замечали в поведении ребят ничего странного. Они менее общительны с ребятами. Они все время вместе находились на переменах. Либо на лавочке сидели, либо в коридоре у кого кабинета стояли. В школе все будто бы списывали на то, что у детей ограниченные возможности по здоровью. И лишь иногда возмущали, что к ним никогда не приходило опекун их учеников. Якобы всегда была занята. И даже теперь, когда на кону судьба ее дочери, не находит времени ответить на вопросы журналистов. По поводу Ульяны, скажите, пожалуйста. Она правду и неправду говорит. Нет, Ульяна заклонна к этим делам. А можете выйти к нам, поговорить, рассказать? У меня сковородка там стоит. А теперь возникает вопрос, почему издевательство так долго никто не хотел замечать. Ведь теперь учителя признали, что видели на теле младшего в семье ребенка шрамы. Ульяна сказала, она ему рассекла шумовкой. Сама Ульяна осенью сбегала из дома. Я пришла 40 километров. Я устала, я сдавайте. Я не смогла дальше идти. Меня поймали милиционеры. А дальние родственники другой воспитанницы Костюкович, послушав ее рассказы, еще два года назад обращались в полицию. Ульяна и наша Настя друг к другу в задний проход рукой лазят. Рассказывала, как они ей массаж делают. Но тогда все решили, все, что говорят дети, их фантазия. Лишь после откровенного монолога Ульяны возбудили уголовное дело. Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса исчезания в отношении заведомо несовершеннолетней. Будет дана правовая оценка действиями или возможным бездействия должностных лиц органов системы профилактики и органов опеки. Если вину докажут, Инге Костюкович грозит до семи лет тюрьмы. А ее детей, чью жизнь она превратила в сценарий жуткого триллера «Светлое будущее» без пыток, наказаний и побоев. Виктория Крюкова, Виктория Сытник. Экстренный вызов.